Путин готов к затяжной войне? То есть ему это сейчас, по сути, уже нравится? Или у него идут параллельно те процессы, которые подъедают его эти ножки стула, на котором он сидит? Но, во-первых, Путину из чего выбирать? Если бы он мог до Киев взять за три дня, это один разговор. Он же не может его взять. Значит, он может только обороняться. Затяжная война, они говорят только в контексте обороны, уже оккупированных территорий, а не в контексте того, что затяжная война – это война, при которой они всё время наступают. Ну, наступайте. Чего вы не наступаете-то? Попробуйте взять какие-то города. Вы и так потеряли единственный региональный центр, начиная с 24 февраля 2022 года, начало войны, который вы захватили. Это Херсон. Больше вы ни одного регионального центра не захватили. Подступали к Харьку, к Сумам, к Киеву и так далее. И что? И ничего. Поэтому затяжная война – это неизбежный этап, такой фатальный. Потому что выиграть невозможно, но тогда хотя бы не проиграть. И затяжная война является альтернативой к проигрышу. Потому что если ты не затягиваешь войну, то надо покидать территорию оккупированную, выводить войска. Ну, так это же как бы проигрыш. Поэтому Путин адаптируется к условиям и пытается использовать их в свою пользу, что очевидно. А подтачивает ли ножки стула затяжная война? С моей точки зрения – да. Многие говорят – нет. Что нет, вот они легко вот это все проходят. Ну, во-первых, мы всякое видели. Затяжная война привела, кстати, к Пригожину. Пригожинский этот бунт, 23-24 июня – это тоже отчасти из-за затяжной войны. Вы же хотели там быстро все взять. С другой стороны, мы не знаем, насколько крепок гарантированный потенциал военной промышленности и индустрии вообще российской. Сколько она сможет держаться в условиях изоляции и вот этого состояния дела. Я не знаю. А кто знает? Это вещи, которые можно макроэкономически просчитывать, но, видите, эти прогнозы не сильно оправдались, так сказать. Поэтому… Сейчас там Чечня посыпалась, не знаю, Дагестан, Татарстан. Вот если бы вот это пошло? Ну, они не посыпались. Просто процессы, которые там идут, они разные. Кое-где заговорили, там, в Бурятии, например, уже по выметалу население прилично. Они отправили своих бурятов воевать в Украину. Зачем? Куда? И уже как бы генофонд-то подъедается, понимаете? Но есть и другие проблемы. Война обескровливает, безусловно. Экономические приоритеты сейчас другие. Не социальная сфера, не образование, не поддержка. А, так сказать, выпуская снаряды, стоя у станка. Но это тоже, знаете, не помогает сильной экономике. Поэтому процессы там идут скорее такого рода, я бы сказал, что элиты местные, национальные в этих автономиях до себя ищут, безусловно, какого-то спасительного истории, чтобы когда что-то случится, они смогут сказать, что, ну, слушайте, мы ничего не могли сделать. Вот вообще ничего не могли сделать. Это все Москва. Поэтому что нам санкции, что нам чего, мы лучше как бы отвалим от этой всей истории и будем не нести за это ответственность. Могут они так делать, но вообще не могут. Но это нужно, чтобы ослабление центра произошло в такой степени, что начались уже центробездные тенденции, как они были в 91-м году, когда разваливался Советский Союз. Ну, потихоньку государства-спутники, которые были, по сути, всегда подконтрольны, видите, начинают освобождаться. Вот на примере Армении мы видим, во-первых, как Путин, считай, кинул Армению и показал всем, кто типа думает, что он под защитой Путину. А смысл дань платить, подчиняться, если будь что... Но ситуация Армении классическая. Армения, во-первых, там Путин мстит Пашиняну за революцию, которая у нас существовала. То есть он не его поле ягод, не он назначил Пашиняна вместо Саргсяна и так далее. Это уже, согласитесь, существенное основание для Путина мстить Армении. Во-вторых, ну, он же сознательно сам, Путин абсолютно сознательно сделал ставку на союз с Анкарой, с Турцией. Это стратегический союз. Армения – это сателлит в их представлении, а партнер – это Турция. А Турция добилась своего. Она дала все возможности Баку, значит, фактически вернуть свои территории юридически, закрепленные за ней Нагорным Карабахом. Ну, здесь, как бы, понимаете, стратегия, это не тактика. То есть я осторожно допущу, что если бы даже осталось правительство Саргсяна, который был президентом, или Кочарян бы какой-нибудь вернулся и так далее, ну, вы знаете, у меня есть смутное подозрение, что все равно бы ситуация развивалась так же, более или менее так же. Ну, если бы действительно случилась война с Украиной, со стороны России, видимо, она была неизбежна. И поэтому сейчас Армения лихорадочно пытается найти нового союзника в лице Запада, обращается к нему. С римским статутом вы видели по поводу МУС заявление, значит, о ДКБ развалившись, по сути, да, потому что, ну, действительно. А теперь, собственно говоря, разговор идет о военных учениях с НАТО и так далее. То есть, Армения пытается переориентироваться. Я вам напомню, напомню я вам, в январе 22-го года, когда были события в Казахстане, сейчас кому расскажу, уже не помнят, там власть пытались свергнуть Такаева. Помните этих с рынка прям армянских? На случай, которых привозили, которые должны были в рамках ДКБ выполнять задачи в Казахстане. Понимаете? А теперь оно, видишь, как все повернулось. Вот. Поэтому я к тому это говорю, что, безусловно, и Армения, да что, разве только Армения, безусловно, и другие могут последовать этому примеру. Ну, просто там другие вещи происходят. В Центральной Азии, например, от России, как от колосса падающего, отваливают в сторону Пекина. Меняют хозяина просто. Идет этот процесс? Да, идет. Армения просто в геополитическом таком положении находится, тяжелейшем, которое ей не позволяет большого маневра сделать, потому что Запад, я знаю, что скажет Армения, а вы идите, договоритесь с Азербайджаном и Турцией, договоритесь, уступите. Но вы гарантируете себе мир, вот и все, вы гарантируете народам, проживавшим на территории Нагор-Карабах, ну, какой-то там статус. Да. А скажите, вот с устранением Пригожина, с тем, когда Гиркин оказался в тюрьме и уже там избитый или живой, неживой, непонятно. У Путина устранил на сейчас все для себя факторы риска и тех людей, которые теоретически могли там как-то что-то против него организовать? Или все-таки зреет откуда-то еще точки бунта? Ну, смотрите, ожидали ли мы от Пригожина подобного поведения? Когда война начиналась? Конечно, нет. Несмотря на его эксцентричность, несмотря на его такую, знаете, такую безбашенность и так далее, но все-таки нет. Попереть против власти, да еще и с военным мятежом, если бы кто-то сказал, что Чивака Вагнер этим закончит. Слушайте, нет. Чего ж мы себя обманываем? Нет, конечно. Такого никто не мог предполагать. Тем не менее, это произошло же. Тем не менее, это произошло. Можно ли допустить, что и сейчас на кого не подумаешь, а он там плетет интриги? Может быть такое? Вообще не может, конечно, может быть. Другое дело, что да, безусловно, вот этим публичным убийством, казнью, по сути, Пригожина, Путин продемонстрировал элитам, что он с ними сделает, если они окажутся нелояльны. Это было демонстрационно. Все-таки уронить Эмбрайер, это же не даже новичком отравить. Ну, отравили, ну, объелся Грибков, ну, сердце осталось. Ну, что, как дети? Все в жизни бывает. Он на седьмом десятке был, кстати, сказать, Пригожин. А когда тебя роняют прям самолетиком, вообще за что стюардессу пригрохали двух пилотов, они-то при каких делах? Ну, щепки летят. То это, конечно, безусловно, демонстрация для властного класса, что любое отклонение чревато подобными же последствиями. То есть, с этой точки зрения Путин свою власть укрепил вот этим публичным элементом. Плюс, вы знаете, ведь Запад никак не отреагировал. Запад, так сказать, ой, ну и слава богу, как говорится. И по делам. Избили ракеты, изложили бомбы. Потому что террорист Пригожин, поэтому, да, один террорист убил другого террориста. Одного поля ягод, что жалеть? С этой точки зрения, ну, так это для Путина тоже в плюс, потому что он как бы таким образом говорит о том, что вы, типа, меня что вы меняете? Не надо меня менять. Вы не лезьте в мои дела. Вот если появятся какие-то такие отморозки, типа Пригожина, я их сам убью. Я сам их всех убью. И Запад, он, знаете, смотрит, Америка в частности, и говорит, слушайте, ну, он, конечно, мудак, но с другой стороны-то, действительно, что мы сами будем убивать этого Пригожина? А эти сами все друг друга перережут. Так пусть сидит. С другой стороны, Путин этим показал своим, так называемым, элитам, что если уже они что-то замышляют, то надо до конца доводить. А это да. Останавливаться, разворачиваться. Сто процентов. Сдаваться. Не, сто процентов. Но это было бы... Я не знаю, если эти дебилы не понимали, но вот Пригожин, он дебил или нет? Если он этого не понимал... Ну, а что он понимал? Он что, образование? У него что, политический какой-то бэкграунд такой? Ну, повар и повар, хейтеринг и хейтеринг. «Общепит» у него называлась компания. «Общепит». Ну, вот он и есть «Общепит», мистер «Общепит». Поэтому мозг насекомого из него прямо рисовали чуть ли не Синеку. Дурак дураком-то был лучше. И поэтому идеологии никакой не было. Ради чего он это делал? Ради денег. А ради денег их нужно копить и жить, а не ради идеи. Ну, говорят, ему угрожают, семью вырежут. А он что, не понимал? Он с чем? Он сколько в Украине перебил народу? Он что, думал, что спасется его дочура, что ли, с бабой с его и с этим, с Павликом, сыночком? Интересно как, да? Нет, дружок дорогой, раз затеял такой, иди до конца. А там либо пан, либо пропал. Ну, он пропал. Все. Хорошо. А вот это видео, которое недавно выбросили в публичное пространство, где Путин, не знаю, сколько ему там лет, в таком смешном спортивном костюме, с Собчаком, помощником. Это было где-то 91-й, я не помню, какой год там. Ну, 90-й, это начало. Начало 90-й. Ну, он, считайте, минус 30 лет, ну, это ему 42. Что вы там увидели? Знаете, я нового ничего не увидел. Я как знал, что... Ну, во-первых, вот шутки про голодает кости. Вот вы понимаете уровень? Вот девушки, знакомитесь с такими? Ну, вот мне просто интересно, вот уровень гумора. Вот я просто... Мне приходилось, чтобы познакомиться с девушкой, все время просто выворачиваться наизнанку. Вы думаете, черти-чем, понимаете? Если бы я шутил на таком уровне, я бы по сей день оставался бы с копцом каким-нибудь, понимаете? Ну, вы видели, какие рядом с ними девушки сидели? Такие же, такие же молотилки, понимаете? Он же, собственно говоря... Нет, так там все одинаковые такие, пеньки какие-то, понимаете? Собакам ссать, как у нас говорят. Ну, уровень, в принципе, интеллекта и чувства юмора, чаю, да? Вот оно такое. То есть, ниоткуда и никакой. И ни из чего. Потому что вот эти... Ой, гений, великий. Вот в таких бытовых эпизодах, в таких вот историях проявляется практически все. Отражается, как в капле воды, так сказать, весь вот его жизненный путь. Понимаете? Мэр говорит, и я с Костей голодаю. Это должно быть смешно, что ли? Я никак не пойму. Может, я чего-нибудь догоняю. То, что они там одеты по моде начала 90-х, ну, это как бы такой пассовок такой. Савок-пассовок. Это как раз боксинг. Ладно, уже пусть он в костюмчике каком-то, значит, не по размеру. Какой вид достался? Вот. Но реально все, чем они озабочены, это поесть, и вот они в теннис там, пинг-понг. Все. То есть, ждать о том, чтобы они там Бродского цитировали и, значит, рассуждали о падении Римской империи, вот. Или фихты там читали другую. Понимаете? Ну, даже проще бы они были, но хоть чем-то другим брали. И этот-то вот самый главный начальник-то его, Собчак, ну, такой же дурак. Ну, такой же идиот. Хоть доктор наук, юридический, доктор юридической пультет. Да что, ну, из ничего сделали, понимаете? Из говна пулю. Нажили нам, рассказывали про то, как ой, Собчак, да вы что? Это такое, это же просто... Никакое. Это что, уровень мэра второй столицы был? Ну, я... Поэтому... Новый ничего не увидел, увидел все то же самое. Я, собственно говоря, что-то такое же подобное видел. Ну, может, фотографические какие-то там эпизоды, еще что-то. У меня вот Запольский покойный, который общался с Путиным, он был депутатом Минсовета все эти годы, и он был видным журналистом, он вел эфиры на канале, он наряду с Белой Курковой и Невзором, это были самые популярные журналисты, ну, там был еще Лушников, еще несколько человек. Вот он рассказывал мне и за кадром, и за эфиром, и в эфире, кстати, все то же самое. Что-то, говорит, был абсолютно тип-то ограниченный. Уровень его вот именно такой. Никто никогда его не расценивал, как какая-то выдающаяся личность, понимаете? Ну, вот власть в России, она невыдающаяся достается. Да, она и в общем мире-то невыдающаяся достается, но там бывают исключения. А в России вот все время серость какая-то, серость. Хорошо. А вот когда мы видим это видео архивное, что оно нам говорит в точке зрения разговора о двойниках Путина? Сейчас это Путин? Я не решусь рассуждать о двойниках, потому что, еще раз повторяю, мне нужны твердые доказательства. Иногда внешне он выглядит очень странным. Но я это отношу к пластическим операциям, к подтяжкам, к использованию ботокса. Вот я вот ботокс не использую, я таким останусь, мне двояки не нужны. А человек, который вот так деформирует свою репу, понимаете, я не могу понять двойник там или тройник, я не знаю. Я просто реально не знаю. Потому что, ну, рискованно выпускать двойников, потому что в какой-то момент все равно поколешься. А потом где этот двойник живет? Что же? Кто-то общается. Почему мы его не видим в бытовых пунктах, не сливают информацию о таких? Они что, в изоляшке живут? Ну, у него же репа будет. Ему же надо ее сохранять. Бункерная изоляция такой же. Вот это все как-то не очень. А двойники Пригожина, какая у них сейчас судьба? Я вообще считаю, что всех, кто был в окружении Пригожина, сейчас плющат сильно. То есть, они работают сейчас с органами и выявляются. Все, вот это вот папки компромата, которые, ну, там, условные папки, файлы. И все остальное, деньги неучтенные, еще что-то. Это же, ну, я думаю, что оперативники с ними работают в ФСБ. И с копиями, и с подлинниками, и со всеми остальными. Я уверен, что работа продолжается, она не останавливается. Потому что в ней есть материальная составляющая, в ней есть и оперативная, и так далее. Так что, скорее всего, что-то происходит.